Эта история произошла в лесных районах тайги. Федор был опытным охотником и хорошо знал окрестности. За свою жизнь он добыл много дичи, как мелкой, так и крупной. Никогда не занимался браконьерством, всегда соблюдал правила охоты и не брал лишнего, придерживаясь сезонов. Он не стал охотником просто так. Родился в городе, окончил ветеринарный техникум и работал на ферме. Но потом потерял работу, а семью нужно было кормить. Поэтому он хотя бы мог принести домой мясо. Еще мальчишка и его дед научил обращаться с ружьем и привыкать к охоте. Сначала это было просто развлечением, а потом стало необходимостью. Но жена не одобряла его частое отсутствие в лесу, и в конце концов она ушла от него. Мужчина оставил ей и сыну Егору квартиру, а сам уехал туда, где ему было лучше всего, в тайгу, чтобы жить в домике своего деда. Его всегда тянуло в лес, ведь несколько поколений его предки были знаменитыми охотниками. Когда Егор вырос, Федор брал его с собой, и его жена не возражала, чтобы отец и сын проводили время вместе. Егор проводил все лето у отца в охотничьем домике. Его радовало, что сын также увлекался охотой. Их жизнь продолжала свое течение. Однажды Федор отправился по делам в соседнюю деревню. Он выбрал привычный путь через реку по протоптанной тропе. Лед казался крепким. Федор был внимателен, и вдруг увидел что-то лежащее и шевелящееся вдали. Он решил подойти поближе, чтобы проверить, нужна ли помощь. К его удивлению он обнаружил волка. Хищник практически скрылся под водой, только голова торчала. Лапы волка цеплялись за край льдины, и его глаза были закрыты. Видно было, что зверь уже изнемог и смирился со своей судьбой. Вода уже затвердевала вокруг него. Федор достал нож и начал разбивать ледяную корку вокруг волка, после чего осторожно вытащил его на поверхность. По всему волку казалось, что он уже мертв. Но Федор, будучи ветеринаром, знал, что можно определить это по глазам. Он достал фонарик, поднял веки волка и осветил его глаза. Зрачки моментально сузились от яркого света. Значит, он жив, подумал Федор и, набросив волка на плечи, пошел быстрым шагом обратно к дому. С каждым шагом ему было тяжелее, ведь зверь весил примерно 60-70 килограмм, и ноги уже не слушались. Но Федор не думал отказываться от волка. Это было не то же самое, что охота. Зверь попал в беду, и это меняло дело. Федор, медленно шагая, дошел до своего домика с этими мыслями. Он приложил волка к печке, укрыл его старым одеялом, а сам переоделся, чтобы не простудиться, ведь Федор был промокший насквозь. Теперь волка нужно было как-то согреть и восстановить его кровообращение. Федор налил горячую воду в банки и поставил их каждой лапе зверя, затем прикрывал всего волка одеялом. Через некоторое время волк уже заметно задышал. Федор был устал и хотел спать, но он старался не засыпать и задумался, что будет, если волк проснется и встанет. Ведь это хищный зверь. Но, согревшись, Федор все равно задремал. Он проснулся от грохота, открыл глаза и увидел, что волк опрокинул табуретку и смотрит на Федора, не понимая, где он находится и почему. Оскалив челюсть, волк зарычал, но поднимал только голову, слегка поднимаясь на передние лапы. Федор понял, что у волка отказали задние ноги. Видимо, они сильно промерзли в ледяной воде. Федор начал ухаживать за ним, воил, кормил, правда подставлял миску к нему с осторожностью. Вскоре Федор завоевал доверие волка. Он охотно принимал от него воду и пищу. Федор переселил волка в сарай, чтобы ему было удобнее, а Федор успокойнее. Все это время он делал массаж задних лап волка и, шатаясь, он начал вставать на все четыре лапы и немного передвигаться. В начале лета Егор приехал на каникулы. Он привез разные витамины для волка и тот потихоньку поправлялся. Удивительно, но, когда Егор приехал, зверь сразу позволил ему подойти. Егор продолжал делать ему массаж, так же, как делал его отец. К концу лета волк уже хорошо бегал и гулял с Егором. Он жил во дворе и спал ночью на крыльце дома. Но в конце августа, ночью волк перепрыгнул через забор и убежал в лес. «Что поделаешь, волк есть волк, любит свободу», – сказал отец Федор своему сыну. К зимним каникулам Егор также приехал к отцу. Ему уже исполнилось 15 лет и он стал совсем взрослым. Они прекрасно проводили время, охотясь на мелкую дичь и гуляя по зимнему лесу. В один из дней отец послал сына в деревню за продуктами, но предупредил его идти по мосту туда и обратно. В этом году было много оттепелей, а лед на реке был слабым. Но Егор все-таки пошел прямо по льду, решив, что ничего не случится, и это было гораздо короче пути, чем идти по дальнему мосту. Тропинки уже не было видно и он шел наугад. Лед треснул и Егор провалился в воду. Одежда Егора намокла, и его стало тянуть ко дну. От холодной воды у него перехватило дыхание. Хватаясь за лед руками, он пытался выбраться, но льдинки откалывались. Все его попытки были безнадежны. Он очень испугался и запаниковал, не зная, что делать дальше. И вдруг Егор увидел, что к нему приближается серый волк, которого они с отцом так называли. Его охватила радость, у него появилась надежда на спасение. Волк быстро схватил его за шиворот и вытащил из воды. Егор понимал, что нужно быстро бежать до дома, иначе он замерзнет. И он мчался изо всех сил, а за ним поспешил волк, сопровождая его до самого порога дома. Федор, увидев мокрого сына, сразу все понял и посмотрел на волка с одобрением и благодарностью в глазах. Волк в ответ посмотрел на них обоих и мгновенно исчез в лесной чаще. Больше они его не видели. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории, делитесь своим мнением в комментариях.